итак ребята всем привет сегодня у меня начинается видео сюжеты именно с мест где происходят археологические раскопки а в частности здесь была стоянка наших предков самарчан карумчан где-то датируется вплоть от 7 8 9 век ну что здесь могут быть и конечно же из находок всякие сопутствующие материалы это различного рода керамики которая здесь встречается возможно будет какие-то украшения в общем орудие труда не знаю все будет здесь видно и показаны рассказанного что произойдет здесь не знаю с 23 по 30 число состоится именно археологические раскопки куда призываются волонтеры на помощь археологам покопать если кто решится приезжайте покопаем совместно в общем с этого момента начинается небольшая как бы такая экспедиция сколько видеосюжетов от сниму не знаю надеюсь много будет фрагментов интересных археологических думаю вам зайдет эта тема все здесь по закону здесь у нас открытый лист работают археологи а именно приезжали даже москвичи затем еще какие-то иностранная делегация в мае в общем сейчас у нас здесь вот археологи именно с музея алабина в общем все находки которые здесь будут все будут находиться именно в музее алабина кому интересно можете туда съездить и посмотреть кто чего накопал так что начиная свой видеосюжет именно с этого момента а сейчас со всеми знакомиться будем отправляться на шурфы даже не шурфы правильно а раскопку вот и познакомимся с участниками с волонтерами сегодня достаточно много понаехал так что думаю будет интересно и приятно кое-кому себя возможно увидеть на страницах youtube смотрим будет интересно итак ребят давайте я вас немножко ознакомлю с тем что у нас будет в экспедиции вот здесь вот первый раскоп который проводился несколько недель назад и вот первые фрагменты интересные археологические вот такие вот находки вот такие вот очаги чего я вам сказать не могу я думаю чуть позже когда познакомлюсь с археологами они мне расскажут пояснят так дальше вот еще одна такая круглой формы и 2 подобный вот это может быть свое время может быть печь была или что-то в этом роде сказать точно ничего не могу работать приходочная очень много я вам весь процесс работы конечно же покажу потому что как-никак я записался волонтером и буду как обычный обычные смертный копать копать и еще раз копать вот такие вот большие котлованы другие смыслы вам показывать нету потому что их там много они пустые и интересного ничего нету так что ладно пойдем знакомиться с остальными как расположен лагерь возможно познакомимся со всеми участниками так что ладно приятного вам просмотра и так ребята сейчас немножко о нашем лагере давайте в центре стоит центральная палатка где мы будем осуществлять все мероприятия завтраки ужина обеды а по сторонам именно палатки приезжающих волонтеров народ все подъезжает и подъезжают время пятница на выходные будет достаточно большое количество ребят ну а наш спонсор предоставил нам вот такой вот автомобиль 4 на 4 газа как раз подходит для археологов ну а это наши молодые волонтеры которые подъезжают и подъезжают очередные волонтеры подъехали и помогают всем миром установить палатку но как вы видите тут и я иду на помощь с видеосъемку как раз осуществляет евгений который будет часто а фигурировать это у нас александр ну и что как александр первый так называемый который будет нам помогать спонсор на спорта класс вот как раз ребята автомобиль для вот таких мероприятий собственно и подходит простой не требующий каких-то супер вложений и в то же время я так понимаю достаточно надежный это фукуга ирина жена нашего александра ну и евгений пополз конечно же по всей машине даже забрался под нее но это ребята с тольятти приехали из клуба патриот машина у них еще пока не фаршированная но они звали нас на тест-драйв по именно на соревнованиях которые пройдут именно в городе тольятти вот так что здесь ребята даже из тольятти подъезжают евгений любитель именно техники и он все везде облазил любопытный человек очень любопытный так находимся мы вот в такой вот кухне где вся пища приготовляться как от газа так и вот от такого огня печечки а здесь именно именно ночные посиделки кругу компания под гитару музыки все вам будет предоставлено как мы проводили вечерами вот один из участников евгений привет привет кто узнает если нет то подписываемся он тоже блогер так он там у нас вон красотка екатерина 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 привет подписчикам сон солнце наше светит ярко так дальше остальные у нас уехали купаться ну я думаю с вами еще их познакомлю дичку чуть дикое яблоко а здесь неподалеку есть имеется сады сады есть обычно они кистые передай привет всем привет всем привет смотрите вот такие вот у нас красавицы самарские копаем восьмой девятый век в общем здесь вот мы копаем довольно таки интересные вещи воскакивают в основном древние горшочки в общем сейчас я пробегусь что мы здесь уже накопали сегодня к сожалению я копаю всего на всего первый день и вот смотрите что здесь мы находим здесь вот были типа холодильников здесь у них были продукты питания рыба мясо в общем а вот здесь вот накрыты под тентом непосредственно жилище вот давайте я вам покажу что именно там вон видите каменное сооружение так что у нас а что это за такая каменная кладка вообще это по всей видимости был очаг а очаг то есть камушки это известнячок он привесен не издалека скорее всего а вот горшок здесь даже вот да 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 не трогай его пока он по всей видимости завален удалек то есть начат ничего себе вот тоже осталось вот это да 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 вот вот еще куча несчастье а вот под к مع Mike а вот котором там интересно вообще у нас что есть там нет в принципе это зачистка и нет на конструкция прямоугольная конструкция Вот видишь, вот ее край С этой стороны Она где-то 4х4 Вот обугленные деревяшки Это часть конструкции Она по всей видимости сгорела и завалилась Вот в этой конструкции Здесь вот ближе к правому углу Получается Очаг каменный был По всей видимости Не просто так он был Возможно он был жертвенный О чем это говорило Здесь видно, что вот сосуды, обломки Причем хорошо сохранившиеся Когда это все завалилось Сосуды, которые там находились Они могли поломаться, раздавиться А круглые очаги вот эти вот все Круглые ямы Они в очень интересном находятся В порядке Вот как бы обходят Так вот прямоугольную Скорее всего там тоже Под дорогой будут Они как-то странно вот вокруг этого комплекса Располагаются Большая часть раскопов Выглядит именно вот так Глубина полметра Копается полностью чернозем Выкапывается И до маяка, до материка Именно до такого Именно грунта Рыжоватого Это у нас смесь глины И в основном все раскопы Выглядят так Вот очередной Оказался раскоп Именно пустым Ничего интересного на нем не было Но работы Было сделано огромное Просто колоссальное Всем привет Сегодняшний ролик Ну а вот сам Евгений Который будет очень много Предоставлять нам видеоматериала Который снимать будет на свою камеру Если кому интересно О данном человеке И его канале Я сделаю ссылочку под видео И можете с ним познакомиться И подписаться Если он вам понравится Берем в руку лопату Надеваем перчаточки Вперед Раскоп Интересные находки Обязательно покажу И будет лекция О руководителе Руководителя этой группы Ну все подробно А сейчас вперед Копать Нет ребята Копать мы будем В следующем видеоролике Так что смотрим продолжение И будет раскоп Обед Ужин Завтрак И песни под гитару Ну конечно же И находки Которые Я вам тоже Все это продемонстрирую На этом и все До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok